Доброе утро, друзья! В эфире Инфакт на канале StopGamer.ru Самый впечатляющий финансовый триумф последних лет, это конечно же Fortnite. Можно как угодно относиться к игре, но отрицать её баснословную доходность нет никакого смысла. Казалось бы, средний сотрудник Epic Games сейчас должен вкушать плоды своей победы, купаться в премиях, колесить по отпускам и наслаждаться жизнью, только вот издание Polygon разнюхало, что это не так. По информации портала, работников Epic Games наградили колоссальными переработками и угрозами увольнения для тех, кто возмутился таким порядком вещей вслух. Многие разработчики пахали по 70 часов в неделю, а кое-кто доходил и до сотни. Один из источников жаловался, что его заставляли работать без выходных по 12 часов в день в течение 4 или 5 месяцев. Порой этот бедолага покидал рабочее место в 3, а то и в 4 часа утра. Других людей уволили за то, что они отказались выходить на работу в выходные, а прочим пригрозили расторжением контракта. Самое обидное, что именно успех Fortnite породил эти ужасные кранчи, ведь компания не была готова к резкому росту числа игроков. Представитель Epic Games заявил сайту Polygon, что после запуска игры команду увеличили вдвое, наняли сторонние студии и перераспределили нагрузку. Да и вообще 100-часовая рабочая неделя была, цитирую, «невероятной редкостью, которую стремились немедленно исправить». Надеюсь, не путем массовых сокращений, о которых мы слишком часто говорили в инфакте последнее время. Итак, самая неожиданная новость не только выпуска, но и всей недели. Activision готовит новую Call of Duty, правда, мы пока не в курсе, какую именно. Впрочем, если вы знаете парочку успешных игроков в американский футбол, то можете спросить у них, ведь именно для высшего света этого вида спорта уже показали грядущую колду. Вот, они даже фотки публикуют, на которых, правда, нет ничего, кроме названия серии. Никакой конкретики не сказала глава Activision Бобби Котик, когда обращался к инвесторам. Он обошелся дежурной телегой про новую сюжетную кампанию, огромный мультиплеерный мир и интересный кооператив. Хотя слова про сюжетную кампанию звучат занятно, учитывая, с каким энтузиазмом ее хоронили в прошлогодней Black Ops 4. Вопреки дефициту данных, по сети ходят упорные слухи, что следующая Call of Duty продолжит Modern Warfare. А вот переиздание Modern Warfare 2 вопрос уже решенный, пускай и не подтвержденный официально. Один из основных аргументов защиты NFM, кроме восхищения системой полетов, это солидные и регулярные вливания контента. Как водится в таком случае, BioWare даже составила расписание выхода обновлений, так называемого первого акта, и обещала выпустить все к концу мая, но обещание это нарушило. Разработчики признались, что заметная часть контента будет отложена. Не буду перечислять вслух, просто выделю красным все, что не выйдет в срок, а желтым то, что выйдет лишь частично. Нехило тогда, BioWare объясняет срыв графика тем, что студия крайне занята устранением багов, повышением стабильности и улучшением темпа геймплея. И это даже не пустая болтовня, только позавчера вышел патч, который добавляет новую крепость, но что куда важнее, позволяет настраивать экипировку в любое время, а не только в родном форте Тарсис, запускать новые экспедиции сразу по завершении старых и не возвращаться для этого в форт Тарсис, а также принимать задания прямо из меню, а не собирать их у NPC по всему форту Тарсис. Если вы играли в Энфом, то наверняка оцените эти новинки, потому что раньше в этот проклятый форт Тарсис приходилось возвращаться из-за каждого чиха. К сожалению, даунгрейды графики, да и не только графики, стали обыденностью, которая все равно вызывает глухое раздражение, особенно если ухудшение качества обнаруживается уже после старта игры. А вот чтобы до старта, это уже интересно. Именно об этом в интервью одному испанскому сайту рассказал директор по квестам Cyberpunk 2077, Матеуш Томашкевич. Разработчик отметил, что реальная игра сильно отличается от демонстрации, показанной на прошлой Е3. И только после этого понял, что его слова воспримут как явку с повинной, а потому начал объяснять. У авторов все четче вырисовывается представление об игре, и потому многие аспекты либо уже изменились, либо изменятся в будущем. Во время подготовки демонстрации же создатели еще не до конца понимали, как игра будет вписываться в открытый мир. Пан Томашкевич еще долго уточнял, что Cyberpunk не станет хуже, но даже если это так, слово не воробей, и очень многие уже успели понять все неправильно. Sekiro Shadows Die Twice сама по себе игра очень непростая, говорят, что даже сложнее всех прочих соузов. И все равно находятся отчаянные ребята, которые превращают свое прохождение в испытание. Кто-то на скорость, а кто-то с помощью самых неожиданных устройств ввода. На сей раз это барабаны, специальный контроллер для игры Donkey Kong, в который было нужно отбивать ритм. Чувак с ником Atworking Yoshi приколхозил эти барабаны к PC, настроил управление и прошел Sekiro за 10 часов, возродившись 131 раз. Для него это всего лишь еще одна звездочка на фюзеляж. Раньше Atworking Yoshi осенил Dark Souls 3 с помощью удочки, диджейского пульта, голосового управления и обычных бананов. У меня не получилось представить, как это возможно. Надеюсь, у вас получится. Было время, когда многие засомневались, что новый Мор Утопия доберется до релиза. Что ж, теперь проверить степень готовности может любой желающий, ведь для игры выпустили демо-версию. Это может показаться не таким уж важным событием, ведь Мор уже довольно давно был доступен в виде альфа-сборки. Однако разработчики студии iSpeak Lodge уверяют, что в демо есть смысл хотя бы из-за вступления, которое раньше не показывали. Демка меньше по объему контента, зато по качеству изготовления она гораздо ближе к релизной версии, чем альфа. Тем, кто финансово поддержал игру, ключ для демо-версии выдадут в личном кабинете. А всем прочим, достаточно заполнить форму на сайте. Если интересует, ссылка в описании. Господа зрители, объявляется посадка на хайп-трейн имени Vampire The Masked Bloodlines 2. А, вы уже в вагоне? Ну ладно, тогда посмотрите свежий рисованный трейлер игры. Целиком его можно найти по ссылке в описании. Там же вы найдете первые подробности об умениях главного героя. Ему предстоит выбрать одну из трех дисциплин. Первая связана с летучими мушами, позволяет летать над землей, сбивать врагов и пикировать на них. Вторая связана с телекинезом, притягивать предметы, поднимать жертву в воздух и вообще джедайствовать. Третья область вампирических знаний, учить призывать туман, чтобы прятаться или окутывать им врагов. И даже превращаться в дымку, а потом летать по вентиляции и душить всех неугодных. В течение дня не забудьте посмотреть новый выпуск шоу Уэса и Флина. На этот раз их занесло в Mortal Kombat 11. Невыносимая жестокость на стоп геймеру. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok